День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Дымящийся контур в правительстве России заявили о локализации основных очагов рязанских пожаров. Рецепты 9 века. Кулинары со всей страны порадовали рязанцев своими необычными блюдами. Не отступать и не сдаваться. Борцы и ударники ММА определили лучшего бойца древних городов. Лесные пожары на территории Рязанской области полностью локализованы. Об этом на правительственной комиссии заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Открытое горение на кромке Потушина. Возможность распространения пожаров исключена. Угроз для населенных пунктов нет, добавил он. Тем временем авиалесоохрана распространила кадры непосредственно с места тушения кромки. Стабилизация фронта лесного пожара – прямая заслуга авиации. С неба на пламя уже сброшены больше 24 тонн воды. Из-за обстановки в режиме реального времени следит беспилотник. В полном объеме те задачи, которые были поставлены штабом, выполнены. Сегодня авиация МЧС России также активно будет проводить работы по проливке территории. Всего будет применяться 8 воздушных судов от МЧС России, из них 5 самолетов. Вертолеты у нас будут работать точечно по тем местам, которые мы считаем наиболее сложными. И в приоритетном порядке оперативный штаб определил их дальнейшую проливку. Вот с поселка пришел кот, жители эвакуировали, кормим. На земле настроение уже у всех приподнятое, и даже сбежавшие от огня домашние питомцы начинают потихоньку возвращаться. Весь отряд авиалесоохраны сконцентрирован в северной части очага, но при этом разбит на две группы. Для борьбы с пожаром парашютисты-десантники прокладывают минерализованные полосы, в том числе и бульдозерами. В общем, работают профи. Я нахожусь в Рязанской области на пожаре. До этого откуда приехал? До этого находились в Иркутской области, поселок Ербогачен. Там отработали два месяца. Сейчас открытое горение остановлено по всей кромке рязанских пожаров, в том числе и в селе Заборье. Длина защитной полосы порядка 100 километров, ширина в некоторых местах до 40 метров. И уже сегодня группировку на рязанском направлении начали сокращать. Совсем скоро в этих местах пройдут дождей. За первое полугодие в консолидированный бюджет страны от Рязанской области поступил почти 41 миллиард налогов. И это больше почти на треть от сборов прошлого года. Об этом на специальной коллегии сегодня заявил руководитель регионального УФНС Вячеслав Морозов. Увеличение поступлений затронуло и местные бюджеты. Первое полугодие 2022-го для региональной налоговой службы одно из самых результативных за последние годы. Плюсы практически по всем направлениям. За исключением, наверное, частично предпринимателей, но к ним, как известно, отношение особое. Из-за ковида коммерсанты работали с пониженной ставкой. В остальном же сплошь рекорды. В консолидированный бюджет Российской Федерации в первом полугодии поступило 40 миллиардов 827 миллионов рублей, что на 8 миллиардов 606 миллионов рублей или на 26,7 процента больше аналогичного периода 2021 года. Из общей суммы поступлений 12 миллиардов 837 миллионов рублей поступило в федеральный бюджет. С положительной динамикой 124,1 процента по первому полугодию 2021 года. Общий рост поступлений затронул, естественно, и региональную казну. Здесь денег больше тоже на треть. В абсолютных цифрах это 5 миллиардов 723 миллиона. И это власти Рязанской области не может не воодушевлять. Мы в правительстве строим планы, но их реализация прямая ваша заслуга, заявил Павел Малков. Это и поддержка бизнеса, и сами инфраструктура, школы, детские сады, больницы, объекты, культура, спорта, дороги, благоустройства, все-все-все. Это, на самом деле, по сути, улучшение жизни рязанцев. А реализация этих планов зависит как раз от вас. О результатах любой работы лучше всего говорят цифры. Вот Вячеслав Анатольевич некоторый уже назвал цифры. Налоговые поступления в областной бюджет растут. Не может это не радоваться. В сравнении с первым полугодием прошлого года рост примерно на треть. В местные бюджеты тоже поступления растут. Там за полгода около 9% пунктов прибавка. Динамика положительная, конечно, это очень хороший результат. Другие цифры в работе налоговиков тоже впечатляют. У ФНС открыты для всех, и только за этот год к личным кабинетам получили доступ 26 тысяч физических лиц, 1800 юридических. Тех, кто с налоговой службы работает честно, уже больше 300 тысяч. Теперь одна из задач налоговых инспекторов – не допустить роста совокупной задолженности. Почему на бурятской бузе 33 защипа, зачем калинники заворачивают в капустные листы, и какой же творог необходим для идеальных сырников? На эти и другие вопросы ответили шефы рязанских ресторанов и приехавшие гости из Бурятии, Ростова, Мурманска, Тулы. Гастрофестиваль «Рязанское гостеприимство» открыли в рамках форума «Древних городов», и этот праздник живота стал одним из самых ярких мероприятий выходных. Еще пять лет назад среди обилия паст, стейков и пиццы в меню заведения общепита было трудно отыскать нечто аутентичное – рязанское. Неравнодушные представители ресторанного дела решили исправить положение. Ассоциация кулинаров Рязанской области соединила тех, кто готов был отыскать древние рецепты, адаптировать их под современность и представить гостям региона как исконно наше – рязанское. Дать ответ на вопрос, чтобы съесть вашего, и через это уже транслировать эмоцию от отдыха в целом, чтобы люди, вернувшись к себе на родину, могли рассказать, что Рязань прекрасна не только видами природы, погоды и так далее, но еще и едой. А это то, что не увезешь на фотографии, это то, что не увезешь, это то, что возбуждает желание взять, встать и поехать. Так общественность узнала о Калиннике, особенном пироге, родиной которого является Рязанская земля. Калинник, который оригинальный, привезен рецептурой из села Новгорода, в Сансково районе, все началось с ним. Мы постепенно адаптировали его под нашу. Калинник, который уже был ищен, и был ищен, и современный. В той деревушке хранительница оригинальной рецептуры выпекала пирог в капустном листе, который выполнял функцию обертки пергамента, и хранится в нем пирог дольше. Сейчас необходимости в таком листе нет, да и кое-что свое добавили в рецепт. Калинни примешивают яблоки, смягчающие вкус ягоды. Вместо ржаной муки составляют смесь из пшеничной, ржаной и черемуховой. Но блюдо однозначно можно считать исконно рязанским, визитной карточкой нашей региональной кухни, как и разносолы. Вот, допустим, вот эти помидоры. Ну, это же видно, что это помидор, только что вчера сорванный из грядки, да, у него аромат потрясающий, да, либо перец. И вот помидоры прямого посола, ну, как сказали те, кто пробовал, это самое вкусное. Но они еще не пробовали грибов, картошки и нашего великолепного хлеба. Рецепты ферментации те же, что и 100, и 200 лет назад, и никаких изобретенных современными химиками добавок. А вкус нужно пробовать, чтобы навсегда остаться поклонником рязанского посола. Как сказали археологи, мы капусту квасим уже с 9 века. Рецепт один и тот же. Соль, морковь и сама капуста. И время, и сроки созревания капусты. И вот сама технологическая цепочка не поменялась никак. Так что мы сохраняем наши традиционные рецепты. Пока рязанцам на славу удается воссоздать традиции и быть привлекательным регионом с точки зрения гастротуризма. Великолепные мастера современной русской кухни. И Рязань стоит того, чтобы приехать сюда на выходные, а может даже и больше дней. Я считаю, что с четверга по вторник здесь можно задержаться не только на экскурсионную и культурную программу, но здесь очень много мест, где можно получить реально гастрономическое удовольствие. Вместе с рязанскими блюдами на фестивале можно было попробовать донские курники из Ростова-на-Дону, рыбку и морожковое варенье из Мурманска, бузы с сочной говядиной из Бурятии, а также знаменитую Белевскую пастилу и стулы. В демократичном формате повара из разных уголков страны рассказали о своей кухне, о новинках, о концепции изготовления настоящих шедевров. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Что же касается самого пятого форума «Древних городов», то он прошел под эгидой года культурного наследия, объявленного в стране, поэтому лейтмотивом через все мероприятия проходила идея сохранения и внедрения в современную жизнь элементов национальной культуры и быта. Выставка «Этномозаика» о традициях народного костюма как раз вдохновляет на введение в моду давно забытых тенденций. Платья и блузы, юбки и пальто, воротнички и бусы. От этой красоты у любой женщины растает сердце. И мода уже не важна, ведь каждая из этих нарядов о женственности, красоте и любви. Использование натуральных материалов и методов традиционного ремесла, хотя и отсылает нас на несколько веков назад в историю, но в современном мире вполне претендует на роль повседневного гардероба. На этой площадке здесь мы показываем народный костюм, транспортированный уже в современном условии, но украшенный традиционной вышивкой, кружевом. Здесь представлены и наши промыслы, это Михайловское кружево, Каковский венис. Здесь музей должен и сохраняет наследие нашей страны, и это главная задача музея. Но вот этот фестиваль, он призван показать, как эти традиции нужно и можно развивать. Тема фестиваля – этномозаика. Взгляд современных дизайнеров и художников декоративно-прикладного искусства на богатейшие традиции народного костюма и тканей. Идея проведения этого фестиваля на нашей древней Лизанской земле возникла не случайно. Ее подсказал народный крестьянский костюм. В его многообразии форм и богатства художественного угранства. Тема оказалась благодатной. Принять участие в фестивале решили свыше ста участников из различных российских городов. Это преподаватели и студенты ведущих учебных заведений страны, специализирующихся на подготовке дизайнеров и художников декоративно-прикладного искусства. Две большие выставки, представляющие конкурсные работы, размещены в основном здании Рязанского художественного музея на улице Свободы и в выставочном зале на улице Есенина. В состав первой вошли образцы одежды, выполненные в технике ткачества и ручной набойки с применением традиционной отделки вышивкой и кружевом. В экспозиции второй выставки изделия дизайнеров, фантазии на тему народного искусства в современном костюме и тканях, в том числе интерьерном текстиле. Здесь же представлены разнообразные варианты реконструкции традиционной народной одежды разных губерний России. Важная и злободневная актуальная тема сохранения нашего культурного наследия. Рязанский регион, как никто из других регионов, и это подтвердили вчера наши гости из четырех федеральных округов России, обладая этим культурным наследием, этнографическим магазином. В каждом селе, в каждом маленьком городе нашей большой области, нашей древней рязанской земли есть свой интересный самобытный костюм. Выставки дополнены аксессуарами в технике горячей эмали и произведениями живописи на тему народного костюма, созданными преподавателями и студентами Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени Штиглица, выступившей одним из соорганизаторов фестиваля. Экспозицию можно увидеть до 7 сентября. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Рязани уже в одиннадцатый раз сошлись самые могучие богатыри. На турнир по смешанным единоборствам помериться с силами приехали бойцы из самых разных древних городов Тулы, Владимира и Санкт-Петербурга. Клуб смешанных единоборств «Арта» из Рязани известен далеко за пределами региона, как кузни сильнейших спортсменов, а также клуб единомышленников, воспитывающих истинных патриотов и настоящих мужчин. Вот уже не один год организация проводит в регионе собственные турниры. В этот раз битву силачей приурочили к форуму древних городов. Наш турнир одиннадцатый по счету. И однозначно он прогрессирует, это радует. Но это должно быть. Будем надеяться продолжить в том же ключе. Надо отметить, что к нам подсоединяется все больше друзей, люди, которые поддерживают спорт, люди, которые хотят видеть в своем крае ребят, которые показывают результат. И самое главное, оказывают пример молодежи. И эта молодежь приходит в спортзалы, уходит от дурных привычек. В общем, вот так. Наша задача в этом. Среди интереснейших боев вечера схватка Рязанца Алексея Будрина с Евграфом Березовским из Владимира, где оба соперника показали красивую технику, динамику и упорство. Особой любовью публики неизменно пользуется Виталий Косицын, профессиональный боец UFC, харизматичный и перспективный спортсмен. План был такой выйти, переехать, выиграть. Опыта у меня больше. Во всех аспектах я лучше. Регалии и все прочее у меня на высшем уровне. И сам я на высшем уровне, и уже дерусь. На таких турнирах я должен просто переезжать. Ну, выиграл единогласным решением судей. Как бы все забрал, все мое. Главный бой вечера – Илья Спиркин, Рязань, Василий Зубков, Санкт-Петербург. Гость – профессиональный боец 39 лет. С более чем 30 профессиональными боями за плечами. Несмотря на стартовый натиск рязанского спортсмена, опыт все же взял свое. Супер просто. Я был приятно удивлен. Класс, и мне даже не передать. Одна из лучших организаций. Ну, как бы, дай бог, что проводились они почаще, на воздухе. Я, как бы, больше предсчитаю ударку, но борьба у меня больше получается. Заметьте, я в партер никогда не иду. Я же не лезу в партер, они лезут в партер. В очередной раз турнир собрал огромное количество зрителей, от мала до велика. Азарт борьбы болельщикам передался сполна. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин